Время спорта Первый блин едва не стал комом. Футболисты Мордовии в дебютном матче нового сезона вырвали ничью. Новые виды спорта. Столица Мордовии проводят свои сборы лучники. В новый сезон с новой формой юношеская команда Мордовия получила экипировку. Воспоминания о грандиозном футбольном празднике, которым для Саранска стали матчи Чемпионата мира по футболу, еще свежи. Так что многие ждали первой игры нового сезона с тревогой. Не будет ли слишком большим контраст? Но опасения оказались напрасными. Комфорт Мордовии арены и административный ресурс сделали свое дело. Трибуны были заполнены более чем наполовину, а итоговая цифра – 26564 зрителя. Это больше, чем на всех остальных девяти матчах первого тура ФНЛ вместе взятых. Я говорю, что это было. Это было. Это было. Это было. Девять из одиннадцати вышедших на поле в стартовом составе игроков Мордовии – новобранцы. Но незнакомых пока для нас лиц было всего шесть. Багаев, Петров и тем более Мухамедшин-младший с саранским болельщикам отлично знакомы. Как и новый главный тренер Нижнего Новгорода Дмитрий Черышев. В Саранске его постигла фиаско. Мордовия под его руководством год назад опустилась в зону вылета из ФНЛ и выбраться из этой ямы так и не смогла. Не мудрено, что от саранских журналистов он до сих пор ждет подвоха. Опять будете злые вопросы задавать. Давайте, давайте. Я же сразу развернусь в виду. Оба коллектива вышли играть с чистого листа, по сути, не имея друг о друге никакой информации. Поэтому первый тайм получился довольно сумбурным. Отражением общей нервозности стал и первый гол, который случился уже на 13-й минуте. Денис Шибанов допустил совершенно несвойственную для себя ошибку, чем и воспользовался Аркадий Симанов. Ровно столько же времени потребовалось Мордовии для того, чтобы отыграться. Все сделали новички. Денис Паярков своевременной диагональю нашел на правом фланге Игоря Киреева. Тот технично разобрался с двумя защитниками, а вторым темпом дослал мяч в сетку Владимир Обухов, став автором первого забитого гола Мордовии в новом сезоне. Пытаемся сыграться. Все-таки накалут немножко другой, чем на сборах. Уже ответственность другая, приходит много болельщиков, хочется выиграть. Первая игра немножко было волнение, поэтому получилось немного скомканное. Два раза проигрывали в счете. Хорошо, что удалось сравнять. Ну, начало сезона не самое лучшее, но я надеюсь, что будем прибавлять. Однако проблемы Мордовии в середине поля были очевидны. Гости, игравшие в трех центральных защитников, постоянно создавали в этой зоне численное превосходство. Корректировки Марат Мустафин внес уже в перерыве. И вторая половина прошла уже при территориальном превосходстве хозяев. Это почувствовал и Дмитрий Черышев, который начал активно проводить замены. В числе вышедших на поле был и еще один экс-игрок Мордовии Павел Игнатович. На поле выходил с теплыми воспоминаниями о городе, о команде. Потому что Мордовия славится своим гостеприимством и здесь всегда рады своим бывшим игрокам. Поэтому, конечно, настрой как на любую команду. Не было какого-то сверхъестественного настроя у меня. Игнатович в итоге передал привет своей бывшей команде в виде результативного навеса с угловой отметки. Но сначала был еще один пожар вблизи ворот Мордовии, который едва не закончился для хозяев еще одним обиднейшим голом. Но за 10 минут до финального свистка нижегородцы все-таки вышли во второй раз вперед. Защитники не уследили за Радиком Хайруловым во время углового и над Мордовией нависла угроза домашнего поражения. Мустафин тут же сделал две замены в линии нападения и одна из них сработала. На 87-й минуте наши футболисты заработали право на штрафной. Вратарь гостей не справился с плотным ударом Ильи Петрова и вышедший на замену Владислав Адаев сравнял счет. Сколько касаний мяча успел сделать до забитого гола? Одно касание вышло, одно касание сделал, забил. Но матч получился тяжелый на твой взгляд все-таки почему? Но все равно первый тур он всегда особенно такой волнительный и тяжелый. Поэтому так вот. Про забитый гол расскажи, как там удалось? Удачно выбрал место, позицию? Удачно, да. Пошел на добивание, мяч именно прям ко мне отскочил. Первые матчи, игра идет на самоотдаче. На самоотдаче, на концентрации, на нервах, на эмоциях. И кто быстрее подготовится к чемпионату, то есть будет справляться со своими эмоциями, то будет, естественно, находиться вверху турнирной таблицы. Сегодня был эмоциональный матч. Эмоциональный матч двух команд, которые одна не хотела проиграть, другая не хотела проиграть, одна хотела выиграть, ну и другая хотела выиграть. В команде всего один месяц стартового состава, который сегодня вышел. И в обороне-то, в принципе, справлялись, за исключением вот этой детской ошибки, что пропустили первый мяч. Индивидуальная ошибка произошла. Не получалось контроля игры. Нижний контролировал мяч и территорию владел. Здесь немножко не разобрались верхняя четверка, как играть в этой ситуации, когда третий хав добавляется. Вот здесь вот была проблемка. В перерыве его странили. Я считаю, что по качеству уже мы владели территорией, в контроле мяча, и подходы хорошие были. И отдать должное ребятам, что не опустили руки, и сравняли счет, и проигрывали уже в конце, все-таки добились ничьей. Считаю, что ничья, но справедливый результат по ходу этого матча. Первую игру все хотят, во-первых, показать и хорошо стартовать, потому что старт важен, и он как дает посыл, и толчок-то берет. Но в любом случае, по такой игре мы могли как проиграть, так и выиграть. Поэтому мне понравилась очень игра, в плане того, что мы боролись до конца, и зрителям тоже. У меня опустили руки, и добыли очко. Я думаю, что дальше будет только лучше. И хочется только, чтобы вы, зрители, нас поддерживали, потому что я видел, что у нас в команде не было ни одного человека, который не верил в победу. И зрители гнали нас, поэтому это такое ощущение, что надеюсь, что так и останется. В Саранск на учебно-тренировочные сборы приехали лучники из Москвы. Воспитанники столичной спортивной школы Олимпийского резерва номер 64 занимаются на базе лыжно-биатлонного центра. Подготовкой спортсменов занимается мастер спорта, многократный призер первенств и кубков страны Алексей Ладыко. Для своих тренировок лучники используют биатлонное стрельбище. За одно занятие спортсмен в среднем производит до 200 выстрелов. Сила натяжения Тетивы Лука спортсмена-юниора 17-18 килограммов. Таким образом, лучник за одно занятие набирает в среднем около 4 тонн. Очень нелегко найти такую базу, где могли бы стрелков принять, потому что только бег, ОФП, СФП – этого мало. Все-таки 70% для подготовки стрелка – это практическая стрельба в полной координации, прицельная стрельба, контрольная стрельба, на запись и так далее. Поэтому данная база нам смогла предоставить все условия для того, чтобы мы готовились по полной. В районе стрельбища бывает достаточно ветрено. Для лучников, по словам Алексея Ладыко, это даже плюс. Соревнования по стрельбе из Лука, как и футбольный матч, проходят в любую погоду под открытым небом. Поэтому к капризам погоды нужно быть готовым. Здесь ветрено, а это очень важно для стрелка, потому что нужно ориентироваться в тяжелых условиях. Ветер, дождь, любые природные капризы. Их нужно все-таки преодолевать, учиться. Поправка на ветер и так далее. Расхожее мнение о том, что для лучника важно хорошее зрение, не имеет ничего общего с реальностью. Некоторым спортсменам это даже мешает. Корейский лучник Им Дон Хьюн – двукратный олимпийский чемпион по стрельбе из Лука, многократный чемпион мира. Действующий мировой рекордсмен видит только на 10% от нормы левым глазом и на 20% правым. При этом кореец не носит контактных линз или очков и, стреляя на 70 метров, ориентируется по ярким цветам на мишени. Его секрет в том, что с помощью мышечной памяти он развил в себе феноменальное чутье выстрела. Всем всегда рассказываю и на практике знаю. У меня идеальное зрение, мне это мешает. То есть ты должен сконцентрировать свое внимание, четко видеть мушку и до конца. А непосредственно мишень размыта. То у меня переключается взгляд. Я хочу четко видеть мишень, забывая про мушку. У людей со слабленным зрением, им достаточно видеть мушку на расстоянии 70-80 сантиметров. И мишень размыта, уже заложена по умолчанию. И он не отвлекается, потому что мишень – это раздражитель. То есть когда ты отвлекаешься на мишень, теряешь контроль над руками и над прицеливанием. Как только начинает стрелок себя накручивать, от того, что он видел, куда он попал, он уже испытывает волнение, и ему уже тяжелее собраться, сконцентрироваться. И даже рассказать про пятикратного олимпийского чемпиона, корейца, ему даже не получить права удостоверения водителя. Никак не получится. Такое плохое у него зрение. Но тем не менее, на олимпийской дистанции 70 метров, он пять раз был сильнее всех на планете. А 70 метров, он говорит, рассказывал, видит кусочек желтого, и вот за него цепляется. Чуть-чуть, вот где-то краешек видит, одинаково ставит руки, одинаково выполняет работу и одинаково попадает точно. Юношеская хоккейная команда «Мордовия», которая в предстоящем сезоне во второй раз выступит в ЮХЛ, получила новый комплект формы. Подарок спортивной школе Олимпийского резерва вручал лично президент Федерации хоккея «Мордовии», член регионального политического совета партии «Единая Россия» Владимир Викторович Руженков. Без развития детства и юношеского хоккея сложно формировать хорошую нашу команду в «Мордовии», которая в дальнейшем также добивалась хороших результатов и активно принимала участие в предстоящей академии «Мордовии». Также на торжественном мероприятии был презентован новый логотип республиканской школы. Он уже украсил новую форму, в которой «Мордовия» будет играть в ЮХЛ. В дальнейшем такие логотипы появятся на всей экипировке сборных команд «Мордовии» в различных возрастных группах. «У нас одна проблема – нет тренерского штаба. У нас поработают, уйдут, вот такого нет постоянно. Когда будет хороший тренерский штаб, тогда у нас будет результат. И еще у нас один пробел – это юношеский хоккейник. В школе хорошо, ребята, но юношей нет, они уходят, а юношеская команда, она подпитывает наш клуб хоккейной «Мордовии». Вот когда вот это будет взаимосвязка, тогда будет выстроена вся система хоккея в нашей республике. Я думаю, что мы должны вот этот барьер преодолеть и добиться самых хороших результатов». Получение новой формы – это всегда праздник и особое событие для хоккеистов. Каждый ждет этого мгновения с нетерпением и затем хочет как можно скорее испытать в деле обновки. «Это большое событие. Сам помню, в наше время вообще с формой были очень такие, проблемно было ее достать. И мы, как говорится, спали с ней и молились на эту форму, когда нам что-то новенькое давали. Но сейчас у детей тоже такие же чувства есть, они довольны. И, конечно, это подстегнет еще, я думаю, и набор детей, и их желание тренироваться еще больше с усердием, с желанием». Дмитрий Абрежа является тренером самых юных воспитанников школы 2012 года рождения. Они работают чуть больше года. Сейчас в его группе занимается больше 30 хоккеистов. Но наставник будет только рад, если их количество увеличится. Тренировки в школе бесплатные. «Вот у меня вот все хорошо. Мне какие играют, в нем нравятся. Я буду так же продолжать дальше, стараться лучше, проходить вперед и добиваться всего лучшего». «Я забил на последней тренировке, не помню сколько голов, но я забил». «Расскажи вообще, как ты занимаешься, какие упражнения делаете в хоккейной школе?» «Мне делаю упражнения в фонарике, в змейке». «Набор продолжается, с удовольствием будем ждать ребят в наш коллектив, в нашу команду. Так что приходите все желающие, занятия у нас бесплатные. Начальный комплект формы, чтобы ребенок вышел на лед, попробовал, что это такое. Как бы детская школа предоставляет, это тоже очень большой плюс. Так что приходите. Я считаю, на мой взгляд, хоккей – это самый лучший в мире игровой вид спорта, который растит у настоящих мужчин, закаляет характер». После окончания торжественной части мероприятия для воспитанников школы был организован мастер-класс с участием игроков главной хоккейной команды Республики. В мероприятии приняли участие капитан Мордовий Дмитрий Саразов, лучший игрок первенства в АХЛ минувшего сезона Александр Брыкин, а также галкипер Павел Попков. Ранская команда в настоящее время также готовится к новому сезону, и игроки впервые за долгое время вышли на лед. Дэвид Бекхэм в юбке. Именно такое прозвище получила ураженка Розаевки Марина Саенко, играя за сборную России по женскому футболу. Умение мастерски пробивать стандарты принесло футболистке всемирную известность. Ее гол со штрафного в ворота сборной Ганы на чемпионате мира 2003 года был признан одним из самых красивых на турнире. Кстати, с тех пор россиянки больше не выходили в финальную часть турнира, и на уровне сборной в настоящее время играют плохо. Женский футбол тоже подтягивается, просто у нас в России как-то он чуть-чуть сник. Наша энергия ушла с поля зрения, и вот уровень футбола, конечно, стал меняться. Раньше он был намного лучше. Хотя и сейчас девчонки выступают молодые неплохо, но вот сама сборная национальная наша, конечно, уровень чуть-чуть подсел. Хотелось бы лучшего. Семья Марины Саенко по-настоящему футбольная. Ее муж – это родной брат бронзового призера чемпионата Европы 2008 Ивана Саенко. Родной брат – экс-игрок саранской светотехники, а ныне тренер Сергей Петрович Дикарев. Сама Марина сейчас работает с подрастающим поколением девушек в Воронеже и отмечает, что популярность футбола у представительниц прекрасного пола в настоящее время падает. Я думаю, просто надо детьми заниматься больше. Надо собирать девчонок, также и мальчишек, чтобы больше ходили, увлекать их футболом. Вроде команд-то много, но это у нас по Воронежу команд много. Девчонок совсем нету. Здесь вот у брата узнавал, он сказал, у них есть детский футбол, девчачий, но команд нету так, чтобы одноозрастно были там 8-й год, 9-й год. Только сборные солянки. Вот так вот. Чемпионат мира по футболу даст определенный толчок в развитии этого вида спорта по всей стране. Марин надеется, что в секции будут записываться и девушки. Посмотрели, как построили вам стадион новый, инфраструктуру всю. Очень понравилось. Столько стадионов, большой стадион. Все вот это вот, которое принадлежит Мордовии, клубу. Ну, скажу, что очень нам понравилось. Я думаю, что в Мордовии всегда футбол был, есть и будет. Очень много футболистов отсюда выходит. Поэтому надеемся только на лучшее. В советские годы имена и очередность завоевания титулов чемпиона мира по шахматам знали практически все. Сегодня этот интеллектуальный вид спорта, возможно, не имеет такой запредельной популярности, но остается востребованным. В Мордовии после открытия секции в рамках проекта «Шахматы в школу» количество увлеченных этим видом спорта стало расти. Так, на традиционном турнире, организованном в Международный день шахмат, который отмечается во всем мире 20 июля, молодежи было как минимум не меньше, чем взрослых любителей. Могут встретиться в турнире и более сильные шахматисты, и более слабые, для того, чтобы была преемственность поколений, чтобы как-то вот малыши, скажем так, ну, младшее поколение учились у старших. И они с удовольствием учатся, и старшие с удовольствием отдают, скажем так, свой бесценный опыт молодому поколению. Перед началом турнира организаторы наградили тех шахматистов, которые во время проведения в Саранской матче чемпионата мира принимали участие в сеансах игр с иностранцами. Перуанцы, португальцы, американцы, японцы и много других гостей столицы Мордовии, посетив парк имени Пушкина, были не прочь поиграть в шахматы. В дни проведения этих мероприятий наши активные участники принимали, ну, за шахматной доской бой, скажем так, принимали бой с иностранными болельщиками, которые играли, ну, достаточно сильно и показали высокий класс. И могу вам, как шахматистка, сказать, что многие были даже такого высокого уровня мастера спорта международного класса, вот, могу сказать, с Лос-Анджелеса играли, показали высочайший уровень игры. И мы получили все огромные удовольствия от общения, от того, что мы играли в эту интеллектуальную, умную и, ну, такую, любимую игру, которая интересна многим. И получили такой заряд положительных эмоций, которой хватит, наверное, ну, на долгие годы. Образовательные проекты, шахматы в школу и детские дома помогли увеличить количество детей, занимающихся этим видом спорта в Мордовии. Среди них появились первые звездочки. Алсу Романова два года подряд становится призером юниорского личного первенства России по шахматам среди инвалидов по слуху. На соревновании «Большой шахматный турнир» Алсу поднялась в рейтинге на 80 пунктов и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В настоящее время решается вопрос о возрождении Республиканской Федерации шахмат. Это позволит нашим спортсменам чаще выезжать на соревнования и поможет структурировать работу по развитию этого вида спорта. В эти выходные свой праздник отметили не только шахматисты, но и боксеры. Уже на следующий день после исторического поединка между Муратом Гассиевым и Александром Усиком, который прошел в Москве, по всей России состоялись мероприятия в рамках Международного дня бокса. В Саранске все празднества приняла площадь Тысячелетия. Несмотря на непогоду, многие, так или иначе связанные с мордовским боксом, посетили это мероприятие. В его рамках были награждены грамотами и дипломами от Республиканской Федерации этого вида спорта действующие начинающие спортсмены, тренеры и ветераны. В их числе Вячеслав Валерьевич Коликов, самый успешный мордовский боксер. Мастер спорта международного класса входил в состав сборной СССР. Многократный призер советских национальных первенств международных турниров. Обладатель серебряной медали Чемпионата мира среди военнослужащих. Начал заниматься в 15 лет. В 18 лет выполнен норму мастера спорта. Я приглашаю все команды пройти до исходной позиции. Я могу сейчас встретить аплодисменты и немного расскажу о том, кто сегодня зайдется в нашей схватке. Трехкратный чемпион России победитель международных турниров в Венгрии, Чехловатии, Германии. За счет трудолюбия много тренировался. Каждый день утром вместо зарядки это у меня тренировка. 4-6 километров кросса плюс ежедневные тренировки. Две награды Чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с нарушениями зрения завоевал представитель спортивно-адаптивной школы Евгения Швецова, бегун Элнур Керимов. Соревнования, которые ранее два года подряд принимал Саранск, на этот раз прошли в Челябинске. В них приняли участие 127 легкоатлетов из более чем 20 регионов страны. Элнур начал турнир с победы на дистанции полторы тысячи метров. Своё прежнее достижение спортсмен улучшил почти на 10 секунд. Но этим результатом он остался недоволен, поскольку даже эта победа не гарантировала ему путевку на международный старт. Для этого нужно было выполнить определенный норматив, в который Керимов не уложился. Это всё реализуемо. Просто нужно время подготовиться, чтобы выйти и доказать то, что я могу. К золоту на дистанции полторы тысячи метров Элнур Керимов добавил серебро на 800 метровке. Её он закончил также с личным рекордом. Бег. Случайно просто решил побегать и просто втянул у меня. А 800-1,5... Ну, как бы, решил сначала с этого начинать. 800-1,5 там посмотрим. На этом очередной выпуск самого полного дневника о спортивной жизни Республики подошёл к концу. Смотрите нас на следующей неделе. Я и мои коллеги подробно расскажем вам обо всех значимых событиях из мира мордовского спорта. Не забывайте смотреть и пересматривать нашу программу в интернете, на сайте канала и странице в Ютубе. А на сегодня это всё. С вами был Юрий Осипов. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!